Залы в Текса пустые, осветительные приборы выключены, но репетиция в самом разгаре. До премьеры первого альтернативного циркового проекта осталось пара дней. Цирк молодой души назвали свое детище ивановские экстремалы, вдохновившись идеями канадского дюсалей. За полгода ребята с нуля создали шоу. Представление будет длиться 110 минут. От классического цирка мы сохранили всеми любимых клоунов. Это персонажи, которые всегда веселят всех, и взрослых, и детей. Жонглирование, воздушная акробатика, кантаходцы и другие номера. Единственное, что мы не включали в свое шоу, это зверей. По сценарию бродяга-путник должен найти потерянный олимпийский огонь. На пути он встречает множество препятствий и обретает любовь. Кристина в прошлом профессиональная балерина, сейчас артистка цирка. Ее номер – эквилибр на туго натянутом канате с элементами танца. С помощью веера девушка легко держит равновесие. Ее номер, по мнению участников шоу, украшение представления. Моя задача – перевести бродягу, который олицетворяет собой этот огонь. Я не знаю, что. Перевести его через реку. То есть, сами понимаете, самая простейшая ассоциация с канатом – это как с одного берега на другой. По балетной на полу переносишь на канат. Жанр очень сложный, мы долго очень делали его. Еще одна звезда шоу – Сергей. 31 год он отдал силовому жанру. Работал в цирке на Цветном бульваре, в московском цирке, лично знал Никулина. В представлении у него главная роль. Нас заинтересовало. Интересно попробовать, может быть, увидеть в себе какие-то другие грани. Не знаю, в других условиях. Приятно посмотреть, молодежь, репетировать, что хотят. Цирк или не цирк – это уже другой вопрос. Ну, в общем-то, если исходить из того, что цирк – это необычное у меня, то, что ребята делают, ну, наверное, это цирк. Паша до пути огня на сцене не выступал. Занимался русским рукопашным боем и спортивным самбо. Его номер очень зрелищный. В нем комбинации ударов и акробатических элементов. Составлено выступление на основе нового в Ванве Экстрим направления под названием «Трекинг». Узнал я о нем из интернета. Я любитель боевых искусств еще с детства. Мне нравились фильмы Джеки Чана, Тонь Джа и многих других «Жан Кот Ван Дам». В общем, по их фильмам я начал учиться. А дальше я увидел это направление из корейских роликов со спортсменами и начал как-то сам заниматься. Организаторы обещают настоящее шоу с целым спектром эмоций. Веселье и смех, интриги и коварства, переживания и даже страх. Будет все. Нам удалось только чуть-чуть приоткрыть завесу тайны. В финале представления добро все же победит. Премьера цирка молодой души с шоу «Путь огня» состоится в четверг, 6 февраля. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.